Добрый вечер, Нур-Мухаммед. Добрый вечер, Халмурат. Я предлагаю поговорить об одной не очень приятной информации, которая поступила из Туркменистана. Добрый вечер. Хорошо? Добрый вечер, Халмурат. Добрый вечер. Где-то месяца 5-6 тому назад поступила информация, что туркменские власти намерены провести некую зачистку наподобие Ниязовского лжегоспереворота 2002 года. В это было трудно поверить, но поступила информация, что где-то в лоне силовых структур негласно создан диверсионный отряд. Вызывает сомнения много фактов, но я хочу вот с вами как раз и обсудить это. Во-первых, то, что год назад или полтора назад, когда российские спецслужбы и информационные средства говорили о том, что на границе с Туркменистаном есть ИГИЛ, возможно, вторжение, Туркменистан от этого открещивался и вовсе не желал говорить на эту тему. А тут прям буквально накануне Азиады, когда просто необходима такая информационная повестка, что тишь и благодать, поступившая информация была такого рода, что возможны какие-то радикальные решения в отношении инакомыслящих. Не просто оппозиционеров, и даже не инакомыслящих, а просто подозреваемых в инакомыслии. Вот 10 лет Ниязов был в 2002 году, весь мир увидел якобы попытку госпереворота. 10 лет прошло Бердмухамедову, он перестроил конституцию страны, и мы видим, что рядом с ним находится его сын, внук. Вот эта вот информация, это к чему? Это о чем? Это для чего распространяется накануне Азиады? Вот ваше мнение, какое, Нурмхамед? Вспомни, пожалуйста, если это возможно, как произошло вот это в 2002 году, вот этот вот опыт Ниязова. О том, что в тот период очень активно работала оппозиция, в основном наше движение, и во главе с Борисом Шехмурадовым. Сайт, который создан был нами, Вундагар, там его публикации, мы выступали, другие члены нашего движения выступали. И поэтому в стране стало все это очень популярно. Безусловно, это не могло не беспокоить Ниязова. И когда уже год проработали мы, и в конце ноября как раз в то время заканчивался месяц Рамазан. Это он заканчивался в начале декабря. Мы ждали этого момента, потому что информация от наших людей поступала из Туркменистана, что народ созрел, они могут выйти на демонстрацию и требовать отставки Ниязова. Ну, поверив этому, собственно, информация действительно такая накаленная была, и народ очень поверил в наше движение, в лидерство в основном Шехмурадова, его активность всех членов движения. И Шехмурадов решил вернуться в Туркменистан и возглавить, как бы, вот эту вот демонстрацию протеста против режима, против Ниязова. Ну, не успел он только туда приехать. На следующий день, ну, информация, видимо, утечка пошла, узнали, что он прибыл туда. И на следующий день утром вот это вот было сфабриковано. Покушение на него, попытка в госперевороту. И тут же, безусловно, основной костяк большинства людей было чуть ли не в первый день арестовано. Ну, почти месяц спустя Борис уже сам вышел, чтобы, и он не просто вышел и сдался, а с целью, чтобы будет нормальный суд. И он на суду все расскажет, что собирались сделать и как все это произошло. А то, что сегодня попытка Бердмухамедова, не знаю, она приурачивается к азиаде или нет, просто может быть и совпадение, а может быть просто до азиады. Там внутри-то, собственно, страны, даже принязываясь, какие-то инакомыслящие были. Но благодаря вот этому событию в ноябре 2002 года он избавился от всех, не только оппозиции, а в основном от инакомыслящих. Собственно, тогда была другая ситуация. Сегодня вообще в мире другая ситуация, не сравнить 17-й год с 2002 годом. Сейчас такое творится в мире, что близко не сравнимо с 2002 годом. И поэтому, безусловно, на юге Туркменистана такая ситуация назревает. Даже вот буквально на днях ИГИЛовцы заняли один из районных центров на границе с Туркменистаном, на севере Афганистана. Поэтому они приближаются к границе, и какие у них цели в перспективе, это тоже нетрудно предусмотреть. И он остерегается всего этого и боится, чтобы как бы помимо внешних врагов не возникло бы что-то внутри страны. И, безусловно, любых подозреваемых он сегодня готов, как говорится, виноват он не виноват, а их собрать всех и убрать, и уменьшить поле. Я как раз об этом хотел сказать, Нурмухамед. К чему ему сейчас накануне Азиады вот так вот муссировать вопрос о том, что ИГИЛовцев передали, и о том, что вот, значит, международная борьба, усиление и так далее. Ну, вот я к этому как раз и шел. Не случайно это дело, может быть, и совпадает, то, что он собирается делать с Азиадой связано. Во-первых, этому делу он хочет дать огласку, и, видимо, не надеяться на свои силы, что в период Азиады вдруг возникнут какие-нибудь проблемы, там типа террора, как извне, так и внутри, от внутренних, как говорится, инакомыслящих. И поэтому он как бы призывает, это, мол, как бы международные мероприятия проходят спортивные, и поэтому призывает другие страны, чтобы усилить. Допустим, если взять Олимпиады в других странах, когда проходили, не только та страна, которая проводила, защищала свою безопасность, но и другие страны помогали своими специалистами. Может, он в связи с этим это делает, чтобы заодно избавиться от инакомыслящих, которые он считает. Но сегодня, я опять-таки повторяю, 17-й год, как внутри Туркменистана, так и в целом мире не сравним с 2002 годом. И, видимо, поэтому ссылкой на Азиаду он хочет сделать вот эту вот дополнительную чистку и в то же время обезопасить, чтобы Азиада прошла без всякого конфуза. Халмур, а ты что думаешь по этому поводу? Мур Мухаммедович, я правильно заметил, Он, по-любому, диктатор хочет себя обезопасить от всего и от внешних таких угроз, и от внутренних, значит, людей, не согласных с его политикой, не лояльных к нему. Это все будет делаться под видом, значит, борьбы с терроризмом. Для чего на самом деле была придумана эта Азиада или его проведение в Ашхабаде? Оно было изначально запланировано для внешнего потребления, не для пользы Туркменистану или туркменистанцам, не для того, чтобы показать или открыть лицо Туркменистану всему миру или его гостеприимству. Нет, это все, чтобы мировая, значит, общественность или сообщество еще раз убедилось в том, что вот этот диктатор может управлять своим народом, может держать их, значит, строгим, значит, под строгим надзором, и чтобы получить интеллигенцию на дальнейшее правление и на дальнейшее издевательство над нашими гражданами, он проводит эту Азиаду для личной своей пользы. И в то же время он может или будет использовать эту Азиаду, знаете, и в своих личных целях, в том ключе, что сами же могут устроить такой же теракт против собственного народа или, что сделал НИАЗ в 2002 году. То есть сыграть на опережение. Оппозиция, допустим, шла с мирными требованиями, идет на демонстрации или на высказы своих протестов. А они взяли, подкинули там, не знаю, какие-то китайские автоматы, сказали, что это принадлежит Шейхмураду и его сотоварищам. Что там? Отпечатки были? Нет. Кто это расследовал? Международные расследования были? Нет. Экспертов допустили? Нет. Он сам их своим судом осудил закрытым. Заставил людей, как маслахаты выступят, и указать, что это преступник, их надо камнями закрыть. Это средневековые, значит, судилища были над людьми. Издевательство такого, разве что можно сравнить с средневековыми самодурами. То, что Ниязов сделал с оппозицией Туркменистана. Сегодня этот его ученик Бердамухаммедов решил превзойти своего учителя Ниязова. Почему бы не использовать? Столько миллиардов затрачено. Значит, на подходе, значит, у них уже клановое, уже правление идет. Клан Бердамухаммедов управляет Туркменистаном, его казной, всеми его отраслями. Это однозначно. Парламент, значит, нейтрализован полностью. Другие институты власти или ветви власти абсолютно не функционируют. Все смотрят в рот одному человеку, как говорится. Все. Все. Страна деградирована. Я вот об этом хотел сказать. Халмурат, извини, перебью. Почему-то сложилась определенная тенденция в мире, когда цивилизованные части государств прекрасно знают, что существуют авторитарные режимы, существуют диктаторские режимы, где во главе государства может быть даже маньяк. Но часть этих государств, они называют султанизм. То есть, ну, лишь бы хуже не было, чтобы, ну, пускай будет править. То есть, вот на данном этапе развития этого государства, вот такой вот диктатор, это, ну, самое меньшее зло. Как вот это вот рассматривается? Ведь абсолютно ясно, что человек узурпировал власть, изменил конституцию. Он публично декларирует престола наследия. То есть, все прекрасно знают, кто его сын, он уже в парламенте. Мало того, все прекрасно знают, кто его внук. Но это, предположим, на повестку дня, так, на общую международную повестку. Но народ-то не согласен с этим. Да, он молчит, но он же с этим не согласен. Так что, вот эта вот информация о том, что создан вот этот вот диверсионный отдел, насколько можно верить этому, что неужели он станет перед Азиадой или во время Азиады спровоцирует что-то. Ну, ясно, что это не, может, не пострадают там эти вот спортсмены. Но кто-то там, где-то, что-то. И потом ему должны все руководители зарубежные выразить вот сочувствие, поддержать его, сказать, мы все вместе. Это нечто подобное. Это что за сценарий? Ну, знаете, у диктаторов свои причуды. Ничто, сказанное вами, я не исключаю, он, туркменский народ, они Бяду Мухаммеду не ставят ни во что. Разве он обнародовал количество жертв трагедии, когда без меня подорвались все воинские склады? Он распорядился, их всех похоронили незаметно, как собак зарыли в землю и оплатили каждую землю по 10 тысяч долларов, чтобы они молчали в тряпочку. Тут же ставится вопрос, правильно, почему бы не использовать в своих личных целях Азиаду? Чтобы утвердить свою власть, да, скорее всего, так и будет. Если что-то там произойдет, это будет играть ему на руку, чтобы утвердиться дальше в глазах мировой общественности, что он якобы и борец еще плюс с экстремизмом или терроризмом, хотя на самом деле он и сам является первым экстремистом и террористом, номер один в Туркманистане. Незаконно захватил власть в 2006 году. Это еще надо еще расследовать. Если от этого отталкиваться от юридических оценок, тогда надо вернуться на 2006 год, 21 декабря, когда при невыясненных обстоятельствах, как умер прежний диктатор или убили его. Где заключение медэкспертов, суд медэкспертов я имею в виду? Где? Нет ничего. Поэтому я ничего не исключаю. Все может быть. К тому может быть причина, что это несколько человек или бедолаг, которые были депортированы с Турцией, якобы они имели отношение к джихадистам или исламистам, или, значит, исламскому государству. Ну, поймите, там же несколько сот тысяч наших сограждан живут и работают и трудятся в Турции. Но среди них могут быть разные мнения, разные течения. Люди несут в себе разные идеи, в том числе исламские. Почему бы нет? Туркмены же исламские государства, или вера у нас, ислам внутри, у каждого туркмены. Мы же мусульмане. Но есть крайний ислам, если это такое, это уже другие течения. Я в этих делах не разбираюсь, и судик в этом не собирает. Но он, что диктатор, может использовать вот этот фактор, фактор бороды, как Ниязов запрещал, вот фактор, что люди молятся, что где-то в арабском государстве, посещали Медресе, или окончили его, вот это его пугает. Он уже не боится, что светская оппозиция придет и свернет его. Он боится, что придет, значит, исламская оппозиция, что, значит, улемы или там ахуны, как мы говорим, просвещенные люди, теолога ислама, свернут его незаконную власть. Вот этого боится. И поэтому он будет сейчас страшать и народ, вот и мировое сообщество, что нагрянут, и в Туркменистан, вот это вот, такие вот, что есть в других местах. Ну, посмотрим. Азиада покажет, что есть в чем. Гильдей, ну а что связывает с Азиадой вот это вот? В чем связь? Как ты думаешь? Я думаю, я думаю, что он связывает это с Азиадой только для того, чтобы точно так же, как Оланд с Меркель прошли по улицам, он надеется, что сейчас Трамп, может быть, или европейский руководитель выразит ему соболезнования с происшествием. Я даже не могу представить, на какой шаг может пойти, потому что он непредсказуемый в определенном смысле, вот с тем, как он летает, с тем, как он скачет, с тем, как он скачет, этот человек, который должен был идти, явно заниматься в другом направлении, он должен был идти в ГИТИС, в Абгик. То есть, что представляет этот человек? Я, например, даже, я допускаю любое. Я вообще думаю, что вот это вот, то, что он оказался совместным, то есть, он сотрудничал, скажем, в борьбе с последователями вот турецкого, этого теолога Гулена, и из Туркменистана были выданы в Турцию турецкие граждане, это же дает право истребовать любого гражданина Туркменистана, так сказать, на правах взаимопонимания, он может попросить, и там можно и спросить любого, а избить двух наркоманов, в трех каких-то бедных ребят, которые ради спасения жизни напишут, что они там с Ханамовым, или там с Союновым, или с Киаризовым где-то что-то говорили, и вот их неродство, и что, вот этот вот самый созданный такой диверсионный отдел, определенные функции, видимо, возложены вот в этом направлении. Я думаю, что это, конечно, неизбежная ситуация, а как он будет сохранять власть? А как иначе? Может быть, он что-то, конечно, хочет предпринять, но время покажет, посмотрим. Окей, спасибо. Спасибо вам. Амра Саван. Саван. Саван.